Добрый день всем! Сегодня мы будем менять подшипники в стиральной машинке Miele 5065 для стирки мокров. От обыкновенной Miele 5064 она отличается только тем, что меняется сама программная часть, и первая цифра это количество килограмм. Если 5, это 5 килограмм, ну 6,5 килограмм, если 6, там немножечко больше килограмм. Мы не будем углубляться в процесс детальной разборки, в основном в то, как меняются сами подшипники. Какой сальник, как выбивается, как снимается крестовина, как она крепится, какая последовательность действий. Поэтому, если вы хотите посмотреть, как разбирается сама стиральная машинка, вы можете найти это в предыдущих видео, там где разбираются сушки и стиралки. А сейчас мы разберем, точнее поменяем подшипники в стиральной машинке Miele 6,5 килограмм, весом около 106 килограмм. Поэтому, если вы что-то не сразу поняли, можете немножечко перемотать и посмотреть еще раз. Переднюю крышку мы уже сняли. Вот она. Как ее снять, вы можете посмотреть стандартно для билла. Она у сушек и у стиральных машинок снимается одинаково. Можете посмотреть в предыдущих видео, там где разбирается сушильная машина. Вот ее грузы. Они сделаны из чугуна. И напомню, еще здесь вместо сливного насоса у нас сливной клапан. Боковые панели у нас снимаются винтами. Вот они. Вот. Вот. Торекс 20. Вот. Вот. И вот. Сзади то же самое. Вот. Торекс 20. Вот. Откручиваем боковинную крышку для быстрого доступа к самой степлоке. Откручиваем боковинную крышку. Вот боковина нашего, снятая боковина. Амортизаторы для промышленных стиральных машин и сливной клапан диаметра 75 миллиметров. Снимаем вторую половину. Снимаем вторую половину. И отщелкиваем ее. Вот наша стиралка с другой стороны, две пружины, амортизатор и двигатель. Снимаем боковой амортизатор. Наклонить его нельзя, Феликс. Туда нельзя, не наклоняешься, и все, бак. О, нету, не наклоняешься. А, ладно, надо брать. На втором артизаторе мы просто откручиваем один болт, до того, чтобы можно было снять болт. Следующим этапом откручиваем двигатель. Д테рухит. Дату добавим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Для удобства снятия бака полностью откручиваем патрубок. Все, патрубок полностью сняли. Он чистый относительно. Мы отсоединили трубки пресс-остата. Когда вы их будете отсоединять, пожалуйста, не перепутайте, не забудьте, какая трубка куда идет. И желательно отсоединить полностью, чтобы при демонтаже бака не было возможности повредить трубочку и чтобы она ни в коем случае не спустала. Вот клапан рециркуляции. Точнее патрубок рециркуляции. Следующим этапом мы отсоединяем патрубок с парашкоприемника. В принципе, его можно было снять и на первых этапах. Это уже кому как удобно. Напомню, что все винты, которые есть в Миле, обычно имеют размер Туркс 20. За редким исключением иногда бывает чуть-чуть больше. Вот. Какашек там немерено. Сейчас я вам покажу, сколько. Это остатки порошка. Ну, за следующим этапом можно отсоединить ТЭНы. Опять же, это можно было сделать в начале, можно в конце. Не забудьте, какие контакты туда подходят, потому что есть параллельное соединение ТЭНов, там без разницы. А есть в разных этапах, в зависимости от модели машинки. Компания Миле очень серьезно относится к безопасности, поэтому вопрос заземления у них стоит всегда очень жестко. Проводов с земли, которые являются заземляющими почти столько же, сколько и силовых. Чтобы ни в коем случае не было при утечке повреждения человека. То есть, чтобы все уходило на землю. Снимать бак лучше вдвоем. Снимаем первую пружину, вторую. Всего их четыре. То же самое с второй стороны, еще две пружины. Поднимаем. И осталось последнее. Все, теперь аккуратно тяни его просто на себя, поднимайся. Вот и бак весом сколько килограмм? Килограмм сорок. Нормально, современная НДЗ 226, а здесь только бак сорок килограмм. Вот этот бак. Вот задняя крестовина. Вот видно явно дефект, что полетели подшипники. Вот наш бак с крестовиной. Всего 8 болтов. Двенадцать. Двенадцать. А, еще, ох, да. Двенадцать, ребята. Вот два. Не, не двенадцать. А, двенадцать, да. Здесь два, а там четыре. Как-то я не посмотрел на этот момент. Все винты открутили, снимаем шкив. Ну и вот наш 305-й подшипник. Вот так. Это наружный. А, вот так, иди сюда. С этой стороны, Ильберт. Спасибо. Ага. 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 Вот и все. Вот наш кистовина. Вот наш фирменный милевский сальник с убитой какой-то втулкой и остатками подшипника. Вот там вот есть такая железная вставка, которая, Феликс как-то объяснил. Не дает, ну, упирается во втулку и не дает подшипнику сесть дальше. Если сядет, то будет бак протираться об корпус. Вот так вот, Миле, интересно, этот вопрос решили. Выбиваем подшипники. Это был внешний подшипник. Внешний у нас хороший. НСК 305. Вынимаем сальник. Вот он. Вот наши втулки. Вот состояние 306-го, наверное, подшипника. Какой у нас сальник. Вообще обалдеть. Песок и абразив сделали свое дело. Выбиваем. Выбиваем внешний. Вот состояние нашего. Что у нас здесь? 306-го. 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 Ну, всю процедуру мы показывать не будем. Но защищать ржавчину нужно обязательно. Вот. Шток был ржавый. Теперь чистенький, красивенький, доведенный до блеска. Вот сейчас будем забивать подшипник наружный. Пока он стукает, нужно еще стучать по обуви. По внешнему. По внешнему. Потом можно взять старый подшипник и им добить. И через вставку. обалдеть свою форму. Твую форму. Подшипники не будешь показывать, что за фирма? ЗКЛ Все ЗКЛ Бьем только по внешней ободе, внутренней не касаемся Вот звук поменялся Значит, забитый Шайба ЗКЛ Смазка сальника для стиральных машинок производится только оригинальной смазкой Гидро 2 Вот она Она устойчива к воздействию моющих средств Порошков и высокой температуры Она почти не вымывается Ее вымыть очень сложно и она довольно таки текучая Она накладывается во внутреннюю поверхность сальника Плотным слоем Экономить на этой процедуре Экономить на этой процедуре не нужно Они есть в исполнении по 100 грамм банки и по 5 Также есть промежуточные Не 20 грамм Но они встречаются крайне редко Вот Мы полностью покрыли Внутреннюю сторону сальника Смазкой Всю его юбку Вот она Юбочка полностью покрыта На это ушло где-то там около 4 грамм После этого можно одевать уже сам барабан и крестовину Вот мы одели Точнее не одели Сальник Замазали смазкой Гидро 2 И теперь готовы к тому чтобы одеть Внешнюю Пыльник Это фактически второй сальник Который плотно прилегает И который У нас Вот сюда вот Одевается Естественно предварительно это место Нужно будет От накипи зачистить отверткой И отслифовать отверткой Кстати Сальник у нас Оригинальный Мили Вот его артикл Жени сальника Пыльник 58 887 91 Вот он Это его оригинальный номер Пыльника Сам сальник Имеет размер 35 76 10 Дробь 14 Последнее число это Юбка Выступающая Которая у нас есть Мы решили пройтись Пыльник Силиконом Для лучшего Для лучшей Герметизации Потому что Пыльник со временем Немножечко Рассыхается Чуть Буквально Для лучшей При стыковке Лучше Пройтись Силиконом Это Заодно Почти Полностью Зачистили Место Под пыльник Все Пыльник Одет Вот Состояние До блеска Зачистили Все Никакой Ржавчины Нет Поэтому Можно смело Сюда Одевать Пыльник Это Уже Одеть Уже Финальные Белты Все Мы закрутили Сделали Финальная затяжка как сезон толпы все бак полностью собран начинается процесс обратной сборки стиральной машинки все вот повесили барабан протираем скидную клапку сейчас и шумно в помещении но видно как машинку вы стирает все вот конечный результат на программе интенсив я не знаю видно или нет наверно видно наша машинка стирает вот она включили стены мощностью суммарной суммарная мощность у 4,8 киловатта так что ремонт стиральной машинки Миле закончен с заменой подшипников вот как организовали слив потому что здесь 75 переход всем кто досмотрел до конца я надеюсь что это видео было вам полезным если вам понравилось вы хотите отблагодарить автора поставьте палец вверх мне будет приятно если у вас есть какие-то вопросы это не является сильно большой тайной я вам с удовольствием отвечу вы можете написать их внизу в комментариях все до новых встреч в новых видео